После развода с бизнесменом Муратом Нолчиджиогло Лорак недолго была одна. А не закрутила роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда до последнего не комментировала отношения с новым бойфрендом, ограничиваясь лишь совместными фото в социальной сети, но на днях решилась на откровение. Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. «Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — заявила артистка. Что касается Егора, то он пока не высказывается о личной жизни, в отличие от своей бывшей жены, которая отзывается о нем не слишком лестно. «Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась, он по-другому относится к жизни, хочет пожить для себя, все попробовать». Когда Егор стал надолго пропадать, я поняла, что-то не так. Мог уехать на неделю в Одессу, оставив меня одну с малышом. Не чувствовал ответственности за семью. В один прекрасный день он собрал вещи, а я сказала, «Да, так лучше, потому что пока ты со мной, я рассчитываю на твою помощь». «Лучше уж полная ясность», — делилась экс-супруга Глеба, певица Татьяна Решетняк. Напомним, Аня Лорак развелась с Муратом ночью Джоглу после 10 лет брака. Не смогла спасти отношения даже дочь София, которая в этом году идет во второй класс. Поговаривают, что причиной разногласий в семье стала неверность со стороны Мурата. Год назад его увидели в одном из ночных заведений Киева в обнимку с моделью Яны Беляевой. Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой те, кто внимательно следит за этой историей, уверяют, что союз Лорак-Нолчи Джоглу распался вовсе не из-за Беляевой, а из-за некой семьи Ахметовой, с которой бизнесмен сейчас наслаждается отдыхом в Испании. Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и также смотрит на будущее. Так Мурат подписал один из совместных снимков с новой девушкой.